Основные проблемы здоровья учеников – нарушение осанки и остроты зрения. Этим актуальным вопросом был посвящен ежегодный День здоровья школьников, который прошёл на базе средней школы номер 6. Каждый урок имеет свою трудность и свою плотность. И поэтому, чтобы дети отвлеклись, чтобы провести гимнастику для глаз, чтобы переключиться и более продуктивно работать во второй половине дня, проводится гимнастика для глаз с использованием офтальмо-тренажёров. Глазные тренировки в игровой форме проходят несколько раз за урок. С ними в шестой школе знакомы все – и дети, и учителя. Педагог в разные последовательности называет номера, связанных с сюжетной линией картинок, которые расположены в четырёх углах класса, и просит учеников сфокусироваться на них. Таким образом проходит гимнастика для глаз. Во время школьных занятий ученики выполняют не только зрительную, но и двигательную гимнастику. Простая физкультминутка имеет для школьников огромное значение. Достаточно одного непродолжительного упражнения за урок, чтобы дети смогли получить заряд бодрости и снизить напряжение. Следят в школе и за рабочей позой ученика во время письма и чтения. Классы оснащены специальными партами. На сегодняшний день парты бывают разные, либо статические, либо с регулируемой наклонной поверхностью. Но у нас, получается, происходит постепенная замена данных парт в первых-четвёртых классах на парты с наклонной поверхностью, которые обеспечивают более удобную позу. И таким образом ребёнку удобнее держать осанку и правильно учиться писать. Ежегодно в сентябре и январе школьники проходят процедуру измерения веса и роста, после чего в соответствии с показателями занимают своё место за партой. Теперь узнать размер нужной парты легко. В этом помогают разноцветные полоски, где указан номер, который соответствует росту ребёнка. Здоровый распорядок дня, своевременный отдых и правильное оснащение рабочего места приводят к снижению нагрузки на детский организм, в частности, на зрение.